Недавно бобер застрял в ограждении, а вы часто бываете в безвыходных ситуациях? Буквально недавно водитель автомобиля Volkswagen Golf на этом перекрестке не смог нормально проехать его и попал в дорожно-транспортное происшествие. А мы вот сидим в парке, мы наслаждаемся свежим воздухом, который летит к нам с проспекта независимости. Там напряженная обстановка всегда на проспекте независимости. Все мы тут бываем. Кстати, вот не все знают, что по проспекту независимости, если тихонечко ехать 50-55 км в час, то ты все время попадаешь на зеленую волну. И я часто по проспекту независимости езжу, и вот тебя все эти опережают, водители опережают, которым надо быстрее. И едешь и думаешь, ребята, вы куда торопитесь, на светофоре постоять больше, чем я, да? Вот у меня за спиной перекресток. Перекресток не совсем обычный. Улица Комсомольская, Бульвар. А за проспектом это простая улица. Здесь сделано решение по организации движения какое? Два парных светофора. Значит, первый светофор просто моргает зеленый, загорается красный. На втором светофоре есть дополнительная стрелка, чтобы машины не, ну, по возможности, не останавливались вот в этом промежутке. Но у нас же люди есть хитрые, которые на том светофоре пытаются проскочить, чтобы потом еще на эту мигающую стрелочку успеть. Но если поток двигается не совсем быстро, образовывается, значит, затор, они не успевают проехать второй светофор. А да, пешеходы пошли. И получилось, что вот в той ситуации, которую мы на ролике видим, машины не успели, они уже эту ступлинию проехали, а светофор они не успели пересечь. И они перегородили дорогу автомобилем, который выезжали с улицы Комсомольской на проспект, чтобы повернуть налево. Это проблема у нас. При плотном потоке, когда идет медленное движение водители, кто-то хочет проехать перекресток, кто-то просто не понимает, что она останется на перекрестке. И вот эти ДТП, они нередко происходят, когда водителям с пересекаемой улиц не дают выехать на проспект, и перед носом у них стоят машины. А потом там вот именно такой нюанс, что улица здесь узкая, здесь только одна полоса получается для выезда. Но вообще, по идее, здесь должно быть две полосы. Вот в этом месте, здесь сплошная линия разметки, здесь уже машин не должно стоять, машины водители нарушают. И в итоге получается, что выехать можно только по одной полосе. Естественно, это приводит к чему? Что образовывается больше очередь, люди начинают нервничать. Понятно, что когда мы нервничаем, мы начинаем где-то торопиться, что-то можем не заметить. Мы сейчас едем с позиции автомобиля Volkswagen Golf, вернее водителя Volkswagen Golf. Я вот когда видео смотрел, там видно, что проехала одна машина поперек. То есть, в принципе, получается, место для поворота было. Вот мы видим сейчас ситуацию, ровно такая же, я думаю, как и была в тот момент, когда выезжал водитель автомобиля Volkswagen Golf. Только одна полоса, повернуть налево можно только из этой полосы, вот как и мы сейчас. Возникает вопрос, что там получилось? Если машина проехала поперек проспекта, почему он туда не поехал? Чего он начал влево уходить? Ну, как бы вот такой вопрос, вот просто вот он возник, возникает. Чего он не выехал? То есть, если бы у меня были поперек машины, я бы просто вот так ровно поехал бы в эту вот... Вот, к примеру, я бы вот так поехал бы вот сюда, переехал бы вот так вот, и вот тут бы я тогда бы уже заруливал. Ну, это мы просто сейчас специально смоделировали ту ситуацию, которая возникла, что вот поперек машины стоят, пространство только вот для проезда по прямой. И, в принципе, если бы он так сделал, то он бы проехал бы раньше, чем у водителя BMW загорелся зеленый свет. Про поведение водителя BMW. Это вот пример агрессивного вождения. Перестроение вправо-влево, то есть, ну, вот тут он вот несся, вот тут он несся, перестраивался. Что касается посадки водителя BMW, ну, вот она примерно такая же, как и в моей машине. Ну, может, даже чуть выше, наверное. Там в промежутке между машинами видно, поперек две машины стоят. Их было видно. А с учетом посадки водителя кроссовера, нормально он должен был их увидеть. То есть, ну, я так думаю. Конечно, я могу ошибаться, потому что мы не знаем, о чем думал водитель BMW. Но по видео видно, что он торопился, что он, несмотря ни на что, пытался всех опередить. И, возможно, он, увидев эти машины, просто решил, как у нас есть вот такие примеры, когда на перекресток выедешь, тебе должны уступать, а водители, вместо того, чтобы тебе дать проехать, видно, они прямо на тебя вот несутся, чтобы тебя испугать, чтобы ты остановился, и чтобы они первые проехали. И вот из-за таких водителей и случаются и опасные ситуации, и дорожно-транспортные происшествия. Вообще, как бы, выезжая на перекресток, нужно дать закончить проезд перекрестка автомобилям, которые выехали уже на этот перекресток, на зеленый сигнал светофора, и не смогли закончить его проезд. О, бетономешалка. Куда мы? Перекрыл нам обзор полный. Что можно сказать про водителя BMW? Ну, вот, понятно, что он мега-профессионал, потому что попасть в этой ситуации в дорожно-транспортных происшествиях, я не понимаю, как это можно сделать. Посадка высокая у кроссовера, над крышами можно видеть. То есть, то ли он не смотрел, то ли он видел эти машины, но уже, как бы, вообще не хотел им уступать, потому что он же с таким трудом вырвался вперед, стал первым на светофоре, да, и тут еще кому-то перед собой дать выехать, а потом за ним медленно ехать. Что еще можно сказать? Браво, браво, да, ты победил. Я три ночи не спал, я устал, мне бы заснуть, отдохнуть, но только я лег, звонок. Что случилось? Беда, BMW, Volkswagen ударило в бок.